Убитая горем дочь покойного Меньшова попросила о помощи. Российская актриса Юлия Меньшова впервые после смерти своего отца, известного режиссера, обладателя Оскара Владимира Меньшова, вышла на контакт с фанатами. Звезда обратилась к поклонникам с благодарностью за слова соболезнования, рассказала, что сейчас может помочь душе покойного. В эти дни папа нуждается в молитвах. Если вы можете помолиться о рабе Божьем Владимире, это будет огромная помощь его душе, говорится в подписях фото, опубликованной Меньшовой в ее инстаграм. Фанаты пообещали Юлии, что непременно помолятся за упокоение души кумира. Они признались, что Владимир Меньшов навсегда останется в их сердцах. Сердце крови обливается. Почему? Почему гении так быстро уходят? Задались фанаты вопросом в комментариях под фото Меньшова. Днем 5 июля стало известно о смерти режиссера фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Причиной его скоропостижного ухода стали последствия, вызванные коронавирусной инфекцией. Несмотря на старания врачей, спасти его не удалось. Режиссер скончался в возрасте 81 года. Стоит отметить, что в недавнем интервью Юлия рассказала о трениях с отцом. «Когда работали над совместным спектаклем, был конфликт с папой, даже не конфликт, а сильнейшее напряжение. У папы вызывало сомнение все, что я предлагала. Прошло время, и теперь я понимаю, почему он так реагировал. Это было продиктовано его паническим ужасом, что у меня не получится. Он так боялся моего неуспеха». Это ведь любовь такая болезненная, острая, бесконечная, которая заставляет бояться за любимого человека, волноваться, что ему будет больно, когда у него не получится. «Поэтому надо десятки тысяч раз перепроверить, ты точно уверена, ты стопроцентно уверена. А если тебе такую подножку подставить, а такую подсечку сделать, по-прежнему уверена? Я, как сталь, закалялась в зашкаливающих температурах такой вот любви. Я надеюсь, что никогда не буду испытывать своих детей на прочность, своей безумной любовью, но я не могу быть в этом уверена. Вот ведь в чем дело», — отметила она. Также телеведущая не применула напомнить об итальяно-грузинских страстях. «Дома. Мне все время говорили, у тебя-то, ой, ну просто, наверное, отбоя нет от кавалеров». А я была все одна и одна. Где все эти кавалеры, куда подевались-то? Я начала интересоваться популярной психологией. И у меня случился такой инсайт. Я поняла, почему я одна. От меня не исходила энергетическая информация. Я одиночка. Я жил абсолютно я с жизнью моих родителей, ежедневно находясь в эпицентре выяснения их отношений, вынужденная занимать то одну сторону, то другую. Каждый день дома кипели такие итальяно-грузинские страсти. Всегда был повод для споров. А я выступала в качестве третейского судьи. И вдруг я поняла, что рядом со мной никто не появится, если я буду так же полноценно участвовать в отношениях мамы и папы. Я отлично помню этот момент и то, что их этим своим решением очень задело. Они в очередной раз открыли дверь в мою комнату и сказали, Юля, вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, у нас вот такая ситуация, кто прав? Я говорю, ребята, я больше в этом не принимаю никакого участия. Закройте дверь с той стороны, вы разберетесь сами. Они были совершенно дезориентированы, но это было очень правильно. Продолжение следует...